Привет любителям игры Асфальт 9! Практически везде уже растаяли зимняя снега, и после этого Аки Подснежники распускается у нас новое весеннее обновление игры, которое станет юбилейным 30-м по счёту. Ну и у Офтов видимо фантазия потихоньку заканчивается, так как во-первых это обнова будет называться Европейский сезон, а такой же по названию у нас уже был 2 года назад, а во-вторых честно говоря особо ничего прорывного в юбилейном апдейте они для нас не приготовили. Как всегда новые тачки, новые акции, либо повтор старых, любители задры получат кучу охот. Но в любом случае я не оставлю вас без актуальной информации, а взамен как обычно рассчитываю на вашу поддержку лайками, подписками и присоединением к группе по игре в ВК по ссылке в описании. Отдельный обзор новых автомобилей сезона я уже делал на канале, поэтому кто ещё не видел, залетайте в описание, ссылку я оставлю, а сегодня уже поведаю вам достоверную информацию о том, как они будут разыграны. Для начала скажу о тех мега имбах, в кавычках естественно, которыми смогут разжиться обладатели пропусков европейской обновы. Одна из этих имб это КТМ XBall GTX, пользуясь которой будет не больше, чем от дырявого ведра на дачном участке. А также корыта изначального Б-класса Кеплер Моушн. В общем, в случае с этим сезоном пропуск стоит покупать в первую очередь не ради авто, а ради заправок и жетонов. Конечно, не оставит нас новый сезон и без Гран-при. Две тачилы появятся именно там. Во-первых, это Мазерати МЦ-12 из С-класса. Забрать авто по возможности, конечно, не помешает, но так как это не флагман, то в случае неудачи расстраиваться не стоит. В принципе, то же самое могу сказать и про Франгивента Сарпаса, представляющего С-класс. Кроме ускорения, похвастаться ему в принципе нечем, поэтому тратить тонну жетонов, чтобы забрать его СГП, не вижу смысла. Постарайтесь получить ключ без вливаний. Аж целых три спецакции будут проведены в европейском сезоне, но с таковой на Ламборгини Ревуэльто мы уже успели ознакомиться. И заключенный один из топовых автомобилей Б-класса, который раздается по сути на халяву, в сторону разравов летит справедливый респект. И в принципе, я считаю этот ивент самой интересной активностью 30-й обновы. А вот события на две другие машины, если честно, уже морально подготавливают к разочарованию. А все потому, что и для их получения тоже требуется ключ. Лафы, как с Ревуэльто, точно не ждите. Франкенштейн А-классы Ягуар XJR9 разыграют именно так. Раскальзывают у меня мыслишки о том, чтобы вкачать этого монстра максималки и нитро на макс, но опять же все упирается в возможность получения ключа. Также стоит отметить, что для прохождения этого события будет необходимо купить пропуск легенды. Помните, в каком жлобском формате нам преподнесли акцию на Торино Дизайн Супер Спорт? Ну и мне почему-то кажется, что на Кёнигсек Сити и ХР могут запустить нечто подобное. Ну а почему бы и нет, у этой тачки ранг даже выше, чем у Торино. Соответственно, получить мы ее, по идее, должны не проще, чем тот автомобиль. Но как же это, блин, вымораживает. Непроходимые ивенты я на текущий момент считаю главным минусом девятого асфальта. То ли дело в формат охоты. Вот это уже годная тема, и для ее почитателей в очередной обнове наступит просто полный разгуляй. Начну перечисление с тех тачек, охоты на которые будут доступны для всех игроков. И первое авто это Porsche 911 GT1 Разволюшн из B-класса. Далее за ним проследуют Bugatti EB110 из класса C. И топовая охота всего сезона, она неплохой для призрачного слипа, тазик А-класса Aston Martin Victor. Еще пару тачек разводят в формате охоты с ключом. Это Porsche 718 Skyman GT4 Club Sport. А также прокачав на все звезды, вы сможете получить ключик от Forda GT MK2. Но и это еще не все. Приобретя пропуск легенды, вам откроется уникальная возможность поохотиться за бесполезным бревном А-класса Bentley Continental GT Speed. А формат охоты с пропуском и охоты с ключом объединит в себе Arash AF8 Falcon Edition. Ну короче, мне реально больно за тех игроков, которые планируют задрить вообще на все тачки, которые я перечислил. Готовьтесь к тому, чтобы забрать еще 9 чертежей Faraday Future, ведь невероятная акция Road Test вернется в европейском сезоне. Ну такими темпами, возможно, всего-то навсего в следующем году мы таки сможем заполучить эту тачку аж на целую одну звезду. Многие, наверное, уже заметили, что в обновлении поменялись ID игроков. Кроме того, перед самими ID добавили буквы, означающие конкретную платформу. А для андроида, А для iOS и W для Windows. И я бы, в принципе, оставил эту информацию без внимания, но просто комьюнити уже вангует, что это изменение может быть связано с подготовкой внедрения кросс-платформы, которую Гэл предрекали в прошлом девчате. Но это все пока что на уровне предположений. Вот, в принципе, и вся достойная вашего внимания инфа о предстоящем сезоне. Пишите в комментариях, какие ваши ожидания от него. Ну, а я благодарю всех тех, кто досмотрел это видео до конца. Надеюсь, оно вам понравилось. Подписывайтесь, если еще не подписаны. Также можете поддержать мой канал по ссылочке в описании. Всем буду благодарен. Удачи вам на трассах асфальта. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok